Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Приходится с вами постоянно вести разъяснительные беседы, прежде чем приступить к комментариям и упоминаниям, которые вы сделали. Что я вам хочу сказать, что вот я сейчас не голодаю, не как-то, знаете, вот чем-то таким, чтобы заниматься фанатично, не занимаюсь, питание там, тоже я не придерживаюсь, но в то же время я не переедаю. Что этим самым я хочу вам сказать? Дело в том, что именно образом жизни вы можете отрегулировать свой жизненный процесс таким образом, чтобы ваш организм нормально работал. Я, например, вот для некоторых это было каким-то удивлением, что там я там не бегаю. Я всего лишь навсего хожу 40 минут, 2 километра, чтобы дать организму вот такую умеренную нагрузку. Ну, из-за того, я занимаюсь ревитационной гимнастикой, сейчас не так часто, как раньше. Кушаю умеренно, с пониманием отношусь ко всему, что происходит вокруг, потому что вы сами можете на себе это все прочувствовать. Допустим, вот семья, внуки, жена просит там то сделать, все сделать. Когда там внуков особо не было, то можно было и как-то, будем говорить, не так общаться вместе. А тут что-то надо купить, куда-то надо там поехать, куда-то надо их отвезти, привезти. И все это, знаете, можно так сказать, несколько напряжное. Вот раньше для меня это как-то было напряжно, этот якобы там занят. Но вот сейчас я внутри себя намного спокойнее. Можно на все это найти время, на все свое, свои какие-то занятия, также найти время и, знаете, не бодаться, что вот мне что-то надо, ей что-то надо там, в таком смысле. И вот когда удается отрегулировать свой образ жизни, который складывается, никто вам не говорит о том, что такое здоровый образ жизни. Только я вам рассказываю. Образ жизни складывается. Это ваша двигательная активность. Она должна быть достаточной, чтобы давала нагрузку на ваш организм, на ваше тело, чтобы мышцы не были дряблыми, чтобы был аппетит, чтобы, будем говорить, вот нагрузка должна быть на мышечную систему, костную систему, хрящи и так далее. И правильно причем нагрузка. И ваше тело будет более-менее нормально. Некоторые же углубляются там в спортзалы, или еще куда-то качаются, не качаются, бегают и прочее-прочее. Это получает травмы, потом лечится. Ну, короче, двигательная нагрузка. Для всех ясно и понятно, понятно, что питание, но вот именно как питаться, до многих и не доходит, как надо правильно питаться. Ну, в первую очередь, в первую очередь, со своего опыта скажу, это умеренность. Хочется съесть что-то вкусного, хочется еще что-то. Но вот это вот неумеренное потребление пищи приводит к тому, а может ли ваш организм это все переварить, или не может. И по большей части он это сделать не может полноценно. От этого начинает возникать разного рода излишества в организме, в виде слизистых шлаков и прочих-прочих, которые наводняют наш организм и провоцируют огромное количество разного рода заболеваний. В первую очередь это простуды насморка, потому что слизь выделяется через легкие носоглотку. На слизи это, естественно, у нас селятся разного рода грибки, микропаразиты, я уж о глистах особо не говорю, хотя практически не у каждого человека они имеют. Грубо говоря, где-то 99,9% заражены даже глистами. Они живут всемирно, и мы об этом даже не подозреваем. Второе, значит, питание. Третье, это распорядок дня. Вовремя встать, вовремя ложиться спать, вовремя сделать какую-то нагрузку на организм, вовремя отдохнуть, попасть вот в эти биоритмы, которые нас поддерживают и которые запускают работу наших внутренних органов. Вот как только это у вас становится регулярным в вашем образе жизни, вы уже совсем по-другому себя чувствуете. Вы встаете и высыпаетесь, и полны сил. Вот, и, наконец-таки, четвёртая, самая, конечно, важная вещь, это наша умственная активность. Умственная активность ваш, ваш ум, ваше сознание, будем так сказать, ваше сознание должно быть спокойно, гармонично настроено на позитивную работу с разного рода вызовами, которые вам даёт каждый день, как это решить. Просто как это решить надо? А не то, что, значит, а я это не могу сделать, а у меня паника, а я в каком-то, знаете, вот, времени в таком, что что-то тут вцепнот у меня, эмоции, и я тут сижу на каких-то изменах внутри себя, внутри себя. Вот это вот четвёртая вещь, это работа со своим собственным сознанием. Это и образование в вас, любимого, это и самоконтроль за вами, любимыми, с помощью самих себя же это. Отличение плохого от хорошего, накопление опыта, вот это всё, и вот это всё вместе, вместе как раз позволяет вам так ежедневно жить и меняться в течение года, что вам не нужны никакие там специальные какие-то процедуры, как я раньше делал, там, голодание, ага, там, бегал, там, качался, там, нырял в прорубь, там, ну, ещё что-нибудь там, какие-нибудь там, допустим, там, медитации, вот, что, лишь бы что-то, то-то такое. Я уже не говорю о том приём трав различных, там, добавок и прочего, прочего, прочего. Вот как это только всё устоится, отрегулируется, вы будете нормально себя чувствовать, нормально и здорово, без всяких, знаете, вот каких-то там процедур и прочих, прочих вещей. Если же мы с вами вот это не понимаем, то у нас постоянно идут какие-то отклонения, отклонения в питании, то переели, то там не доели, то тут у нас жор напал, то там ещё что-то там мы хотим, там, ага, на такую диету опробовать, с этой диетой куда-то сдвинули себя, потом, значит, надо назад себя возвращать. Насчёт движения, я говорил, помешанный на этом движении, я так буду, я растяжки буду делать. Всё должно быть, знаете, как-то в меру это делаться, потому что чрезмерные растяжки, они приводят к тому, что ослабляют ваши суставы, вместо того, что вы думаете, укрепит этот спинок, там какая-то растяжка, колено-локтевая, там, позы, да, а она, наоборот, если её слишком часто делать, она может вам ослабить всё это дело. Вот. И теперь вот после вот такой вот вступительной беседы я теперь сейчас как раз и прочитаю вам. Вот даётся, допустим, рекомендация, вот пользователь, я так понимаю, это мужчина, ну, по крайней мере, пишется, я вам, да, здравствуйте, Геннадий Петрович, я вам писал в комментариях приблизительно месяц назад вопрос был такой, у ребёнка не проходил насморк, пил антибиотик, насморк, вы представляете, насморк, выходит слизь, выходит слизь, то есть организм хочет избавиться от лишней слизи, которая откуда-то берётся, вы задаёте себе вопрос, откуда она берётся. Пил антибиотик, ну и что антибиотик, он что, на эту слизь влияет, антибиотик против тамбактерии, там, ладно там, если уж так разобраться, но он же на слизь не влияет, которая откуда-то берётся, даже он не помог, он не помог, представляете, вот такое впечатление, как вы тогда приняли этот антибиотик, и он вас только как, как-то раз, вот эту слизь убрал, мы ещё не говорим, откуда она берётся, убрал эту слизь, не выделяется, ВИ, ну это так пишет, ВИ, посоветовали делать ингаляции, с эвкалиптами, мы делали, и насморк прошёл, то есть, с помощью вот этих ингаляций, эти ингаляции, позволили с эвкалиптом, вот эту вот слизь, которая имеется, в лёгких бронках, носоглотке, её разжижит, и вывести, то есть, то, что вы накопили, с помощью этой процедуры, мы просто её выводим, вот я вам и сказал, это поможет, да, вывели, на аспорт прошёл, а сейчас ребёнок опять заболел, урвы, как раз, как неделю отходил в садик, и не надо вот думать, что ребёнок отходил в неделю в садик, и в садике там его заразили, то есть, опять тот же порочный образ жизни, особенно питание, которое имеется в садике, ну, считается, что это нормальное питание, вот, в доме это тоже считается нормальное там питание, и вот это питание-то, оно, помимо того, что питает организм, оно его ослезняет, и опять, 25, здесь накопилось у вас слизь, тут, и начинается выделяться всё это, и новый, так сказать, приступ, овервитом простуды, я через это проходил неоднократно, и многие ещё говорят, я там спасаюсь, тем, 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 вместо того, чтобы понять, а в чём является причина, почему эта слизь образуется, образуется она из-за того, что, тем более ребёнок, неизвестно, ну, в садик, это значит, дошкольник, у ребёнка формируется пищеварительная система, она входит в силу, и далеко не все продукты могут полноценно перевариваться, они, как правило, загрузились сюда, здесь размягчились, в виде слизи какой-то там всосалось, в кровь, часть усвоилась, а часть болтается вместе с этой кровью, подходит опять-таки к лёгким, к краснодке, начинает выделяться, на этих соплях, естественно, размножаются, как на субстрате пищевом, разного рода, бактерии, паразиты, вот, значит, опять насморк, и опять уже тянется вторую неделю, чтобы вы могли посоветовать, заранее спасибо, ага, и вот, ещё, вдогонку, так сказать, да, забыл написать, что у него билл, был обнаружен в то время, в анализе из сопли, задолтистый стафилококк, то есть, мы своим порочным питанием, которое считается нормальным, на самом деле, оно далеко от нормального, раз сопли идут, служит субстратом, на котором начинают размножаться, в обилии, разного рода, вот эта вот микрофлора болезнетворная, там, стафилококки, и прочее, прочее, которые потом начинают уже, там, горызть голанды, горызть суставы, горызть сосуды, в почках инфекция, ну, короче, везде, и организм должен ещё затрачивать огромное количество своих собственных реин, на то, чтобы это всё как-то подавить, как-то жить во всём, вот, в этом, так что, в анализе сопли золотистый стафилококк, тут ничего удивительного нету, он не пришёл откуда-то, знаете, вы, с помощью вот этого питания, опять-таки, поручного образа жизни, вы его пригласили к себе, и думаете, да что ж такое, а как же так, ну, ну, и, вот, пользователь Артём Фёдоров, вот, он дал такую рекомендацию, давайте ребёнку, хотя бы понемногу, чёрную отмину, и мёд с лимоном, иммунитет, надо мощно ему наработать, болеть будет редко, в идеале, конечно, в питании разобраться, как можно меньше сладкого давать, и записать секцию, вот тут, из, вот этих, вот, как бы сказать, добавки, которые там советуются, ага, вот этот рецепт от простуды, ага, а этот рецепт для укрепления иммун, иммунитета, они, ну, вот как раз, уводят нас в сторону, что, что, правильно, в идеале, надо с питанием разобраться, надо ребёнка, в первую очередь, не перекармливать, жидкости, чтобы были до еды, вот он пил, и давать такую пищу, даже, знаете, не то, чтобы, что-то специально, там, отобрать, вот это вот полезно, просто-напросто дозу, дозу той же каши, и тем, каких-то там ещё, дозу эту, давать такую, чтобы он съел и усвоил, мы же любим перекармливать, вот, сыночек, эту ложечку, за маму, за папу, за деду, за бабу, это, вроде как хорошо ест, а потом вот такие вот вещи, то есть, если вы хотите добра своему ребёнку, особенно тогда, когда у него формируется, его пищеварительная система, поэтому, надо, в первую очередь, умеренность, и смотреть за теми продуктами, которые он может полноценно, усвоить и переварить, это уже задача родителей, там, посмотреть, как только, что-то, ребёнок, не может переварить, это всё превращается в слизь, и слизь, ещё разок я вам хочу сказать, она выделяется только через лёгкие, и на соглотку, если что-то у нас выделяется через кишечник, что-то через почки, что-то через кожу, то слизь, только через лёгкие, бронхи, и на соглотку, то есть, умеренность питания, плюс, естественно, если это, дети любят сладенькое, то, это сладенькое должно быть какое-то естественное, ну, например, вот, не конфеты давать, а давать сухофрукт, в сухофруктах, такие же сахара, даже ещё послаже, в том же изюме, в том же, допустим, кураге, в той же, этой самой, черносливе, вот эти вот сушёные, можно те же сушёные яблоки, если они, знаете, вот хорошего сорта такого, сладенького, получается, сушка очень сладенькая, и в то же время, она позволяет давать вот эти, все эти пектины, все эти, знаете, вот эту клетчатку, которая дала ей сладость, и в то же время, она дала вот эти вот клетчатку, которая позволяет и наладить стул у ребёнка, и у взрослого человека также, и позволяет вот эти вот разного рода токсины, которые там образуются. как только мы начинаем идти на поводу, не просто у собственного ребёнка, а идти на поводу у нашей пищевой промышленности, а что там компот делать, а что там кисель делать, там сухофрукты, сушить ещё там, а что там чаи какие-то там, шиповника, и этого самого боярышника, как я пью, отлично. Вот, да давай готовое возьмём, эту, какой-то газ в воду, с сахарком, всё это уже готово, пейте, радуйтесь, тем более дети так любят. И получается, что там неизвестно что, ну помимо там и сахара, неизвестно какие там, красители, закрепители, и прочие там стабилизаторы, и всё это я как-то, когда я работал над питанием, кстати у меня самая лучшая, я считаю, на данный момент работа по питанию, которая называется «Золотые правила питания», я как раз там такую вещь подчеркну, что согласно ГОСТам, там различным рекомендациям, что допускается в продуктах питания, в самых разных продуктах питания, наличие, допустим, каких-то там стабилизаторов, там улучшателей вкуса, там закрепителей, там консервантов, и прочих веществ, которые, которые там написано, в безобидных дозах данных продуктов, они не могут ничего там вредного вызвать, вот, а я такую вещь подчеркну, теперь представьте, что вот эти продукты, которые, в которых эти вещи содержатся в безобидных дозах, мы потребляем день ото дня, и в итоге, вот этот вот пищевой поток, из этих вот ненужных, для организма продуктов, он нужен только для промышленного процесса, чтобы там сделать, он превращается в огромные суммы, которые наш организм должен через себя пропускать, только очень здоровый организм, более-менее справляется с этим, но и он, в конце концов, крякнется, а что же говорить о ребенке, то есть, вот это вот потокание, нездоровой пищи, особенно вот это и сладкое, особенно там, неестественное такое, и даже бывает, знаете, и нормальный продукт, благодаря вот этой вот всей промышленной обработке, пищевой промышленности, превращается уже в неудобоваримый, вкусный, но неудобоваримый превращается, и потом мы начинаем удивляться, то есть, здесь необходимо, вот не в идеале, а самая настоятельная необходимость разобраться с этим питанием, быть, особенно вот, если там, до дошкольного возраста, лет до семи, чтобы смотреть, что ребенок ест, как ребенок ест, что, зачем ест, чтобы у него, следить за работой его кишечника, чтобы, будем говорить, этих газов особо не было, чтобы там стул был нормальный, и тогда, естественно, вот этих слизи не будет, то есть, не будет вот этих простуд, простуды еще возникают, из-за того, что, употребляя слизообразующие продукты, ну, например, вот все говорят, молочная, 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 я согласен, молочная, чтобы этого молочного, если вы употребляете, ну, было какое-то разумное там количество, но если вы думаете, ага, вот кальций мы сейчас, мы еще, 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 и видите, у него сопли побежали, это как раз из-за того, что избыток не усваивается, а наоборот, он начинает ослизнять организм, и разводить вот эту вот, болезнетворную микрофлору, чтобы вы смотрели за этим, какие продукты, как на них реагирует организм вашего ребенка, чтобы он рос здоровый, и чтобы вы лет до семи, до десяти умудрились сформировать здоровые привычки у ребенка, чтобы он уже понимал, что жидкости надо пить до еды, а не после еды, что сладенькое можно, но это должно быть естественно, что слишком много, как раз, знаете, ум так подсказывает, вот знакомый, говорит, да, в детстве конфеты ел, и зубы все сгнили, чтобы у вас не было вот этого, немножечко добавить, допустим, ребенку там буквально-таки, от трех до пяти зернышек этого тмина, чтобы он латал, чтобы это более-менее способствовало нормальному там перевариванию, а в противном случае, вот это вот будете там, то антибиотики там употреблять, не понимаю, понимаете, зачем употреблять антибиотики, и когда идет слизь, надо ее вывести, что вы хотите антибиотиками сделать, чтобы вы понимали, что и для чего вы применяете, а не просто так, значит, записали в секцию, вот как раз Артем Федоров советует, в идеале плавания, ну, очень хорошо, чтобы вот плавание, или хотя бы, знаете, вот самим с ребенком, более-менее регулярно, ходить на свежий воздух, и гулять, прививать вот эту культуру здорового образа жизни, как двигаться, что двигаться, чтобы он это все понимал, если плавание, то, ну, плавайте вдвоем, дальше он говорит, от души советую, на живом примере, дружно своего ребенка, как записал на плавание, стал давать меньше сладостей, болеть стал реже, кстати, а у меня были случаи, такие, вот, очень интересные, знаете, поучительные, я же в свое время, вел секцию тяжелой атлетики, это было, в далекие, 1976, наверное, в 1986-1981-1980, так ко мне обращались матери и говорили, Игнария Петрович, вот мой сынок, как раз, допустим, летом 14, там, допустим, ну, примерно так, как только у вас начал заниматься, он реже стал болеть, пожалуйста, уделите ему внимание, вот, а, как бы сказать, за это, как раз, директор кинотеатра, женщина, я вас буду пускать в кино, и все фильмы пересмотрел, на ребенок, и сейчас я недавно его встретил, вырос выше меня, ростом такой, вот такие вот вещи, чтобы вы понимали, если же вы, вот этот, вот этот главный, простой секрет, который лежит на поверхности, вы его не поймете, или не хотите понять, то вы будете постоянно что-то там, какие-то ингаляции делать, а еще вам посоветуют антибиотики, а еще вам, когда гланды начнут болеть от золотистого стафилококка, это уже инфекция, знаете, вырезать гланды, аденоиды, и, то есть, того, чего можно избежать, вы, вот на эти все грабли будете наступать, и что с вашим ребенком станет, неизвестно как, поэтому, ну, набирайтесь, какого-то, вот, самого простейшего, житейского ума, я вот не стараюсь вам что-то там такое говорить, замудренное, то есть, я и керосин сейчас особо не потребляю, и еще что-то, вот тмин я употребляю, регулярно хожу, изредка вот это занимаюсь, там раз, сейчас раз в четыре дня, а то раз в недельку, вот это вот, изодинамическая гимнастика, и чувствую еще себя нормально, вот это я вам хотел сказать, рассказать, что собой представляет здоровый образ жизни, и если вы отладите его, то вы пойдете по жизни здоровым, и если вы не отладите, то вот это вот постоянное будете, то голодание, то лечение, то процедуры, то еще что-то там, ну, и в конце концов, эта жизнь как-то вам поднадоест, что вроде ребенок, все хорошо, а он болеет, постоянно с ним носить, и как в рекламе, ой, надо тут на анализы забрать, надо УЗИ пройти, надо к врачу, чтобы он что-то вам сказал, еще что-то, еще что-то, а тут оказывается, есть простые вещи, которые, вот так вот, я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала, и так далее.